Ремонт и реконструкция Ремонт и реконструкцию попали 4 объекта в районе. Стадион «Лидер Торпеда». Также будет построен крытый манеж на стадионе «Сигнал». И самая главная новость – в этом году в Ленинском появится новый стадион на месте старой площадки возле завода металлоконструкций. Действительно, объектов много. Еще у нас уличные площадки есть, которые мы тоже планируем в этом году сделать. Если говорить про дворовую инфраструктуру и про футбольную, мы в прошлом году на пяти дворовых площадках, которые находятся в общем доступе, уложили пять искусственных футбольных газонов. Сегодня мы уже готовы это делать. Шесть-семь спортивных площадок тоже будут оснащены искусственным футбольным газоном. В том числе в Ленинском районе в трех детских садах тоже уложен искусственный футбольный газон. Спорткомплекс «Лидер» свое основание получил в 2009 году. Это важный объект. Он является базовой площадкой для пяти спортивных школ. Нам повезло. В этом году мы стелим новый газон. Вместе с работой, со всеми комплектующими, это и песок кварцевый, и крошка резиновая, и само покрытие, клей самый лучший. Все-все это будет стоить в пределах 14 миллионов рублей. Здесь занимается отделение «Лидер» спортивной школы Олимпийского резерва по футболу «Сигнал». Занимается порядка 300 детей. Футболом только футболом занимаются. Поэтому для нас это такое, ну и для района очень серьезное такое событие. Это новое покрытие на достаточно хорошем стадионе. Ну и очень долго и проблемный вопрос был эта трибуна. Трибуна была самой обыкновенной, деревянной дощечки, на которых сидели. Сейчас будет современная трибуна. Готовим мы ее открытие в дню физкультурника, то есть 12 августа. 774 посадочных места, места для инвалидов. Перед трибуной, между трибуной и дорожкой будет крупная тротуарная плитка, на которой можно делать построение спортсменов, участников, проводить какие-то парады, поднятие государственного флага. Уже сейчас активно ремонтируют стадион Дворца спорта «Торпеда». Совсем скоро на футбольном поле появится новое искусственное покрытие с дренажной системой. Установят ограждение освещения. Также установят трибуну для зрителей. На данный момент реконструкция идет по плану, который нам подрядчик подготовил. Все работы идут в срок. Надеемся, что нам погода не помешает. Здесь будет, ну, значит, основное, это будет футбольное поле с искусственным подкрытием. Беговые дорожки будут идти вдоль поля вокруг. Значит, футбольные ворота. Будут состоять уловители мячей, высокие за футбольными воротами. В том краю, где сейчас вот куча, будет площадка с тренажерами уличными для работы на улице спортсменам. Вот здесь вот будет подготовлена площадка для трибуны. Освещение будет нового на наших вышках, на этих же вышках, которые есть. Будут освещения современные, новые. Ну, самое-то главное, вот футбольное поле и беговые дорожки. На сегодняшний день у нас несколько команд футбольных в школе «Торпедо». Детишки маленькие занимаются, юноши, дети. Они здесь будут играть, тренироваться. Ну, и так у нас в школе «Торпедо» очень много секций, которые будут заниматься здесь, на этом поле. В середине мая мы подали документы, в начале июня началась уже реконструкция. По срокам середина ноября, сдача объекта. Этапы у нас, вот вы уже видите, это уже, получается, завоз идет, основание уже идет, завоз основания. Первый этап был выемка грунта. Он уже произведен, все по графику идет. А получается, чтобы сделать подушку, да, чтобы поле не просело, чтобы оно было всегда ровное, нужно было старый грунт вывести, принести, вот скала, вот это называется. Основание будет жесткое, да, потом сверху у него будет еще мелкая фракция. Она расклинится, сверху будет песок, и уже на песок будет класть поле. Покрытие спустяное, дорожки будут тартановые, забеги будут тоже тартановые. Идет все, параллельно идут. Трибуну разбирают параллельно. Со светом, вот сейчас можно посмотреть, вот кабель идет, световые решения со светом. Они все делают параллельно. Есть специальный человек здесь от подрядчика, который за этим все следит. И мы его контролируем, все этапы работы. Как бы нет такого, что не сделали одну работу и бросили. Нет, все идет параллельно. Кажется, сейчас хаос какой-то, да, а так вот все идет по графику идет. Пока рабочие укладываются в обозначенные сроки. Говорят, главное, чтобы погода не подвела. Ведь в дождливые дни месить глину достаточно сложно. Впрочем, сейчас подрядчики подготавливают основание и занимаются дренажной системой. Она нужна для того, чтобы после сильных ливней поле оставалось сухим. Вот сейчас этот скальник будут распределять по всей территории, да. Потом завязать мелкую фракцию, тоже выравнивать. Уже будут делать конверт, чтобы вода расходилась. Не просто стояла в середине, она будет конвертом расходиться. И потом уже будут, в августе месяце уже будут класть поле. Чтобы вода отходила от центра поля к дренажным колодцам и отводилась во внешний колодец. Чтобы если осадки происходили, они не скапливались на самом поле. По всему периметру 18 штук. И два дренажных колодца, куда они будут в основные осадки уходить. Это стандартная технология формирования стадионов. Колодцы еще не приступали, да. Ну то есть они только начинаются, их только начинают делать. Сейчас вот в данный момент там их красят и будут это монтировать в течение недели-двух. На уличных площадках Дворца спорта проходят соревнования различного уровня. Там же занимаются местные жители. Кроме того, в комплексе работает центр ГТО. В самом комплексе тренируются более 750 ребят по дисциплинам футбол, хоккей, дзюдо, бадминтон и волейбол. Наши футболисты, коих у нас много и через наши руки очень много прошло футболистов, вынуждены тренироваться даже не здесь. То есть порой 6-8 школа, потому что там искусственное поле, маленькое, но искусственное. И здесь вот, ну, какое-то время могли содержать, но потом все-таки прогресс идет вперед, без поляны никуда. Тем более здесь будут еще и хорошие беговые дорожки, и центр ГТО здесь. В общем, как бы такое ядро будет очень мощное. Прям наши спят и видят, дети наши спят и видят. У нас почти тысячу детей в школе, прям вот прям ходят через забор все и смотрят. Контролируют стройку, в общем. В спортивном комплексе появится площадка с уличными тренажерами, а по периметру запланирована укладка дорожек для скандинавской ходьбы. Местные жители тоже смогут тренироваться здесь бесплатно. На реконструкцию спортивного комплекса по решению губернатора Алексея Текслера из областного бюджета направлено более 97 миллионов рублей. На стадии проектирования мы собирались и разговаривали, что бы мы хотели видеть. То есть вот дорожки, это вот практически от нас. Надо дорожки, ну надо дорожки. Трибуны, надо трибуны. Ну поляна, само собой поляна. Освещение, чтобы хорошее было, да. Мы тут всем, все этим болеем. Вот мы вот этого ждали, не знаю, ну 20 лет точно ждали. Потому что 20 лет уже в голове крутится, и все вот будет, 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 сделаем, будет, сделаем. Ну одно дело как бы решение, другое дело надо же еще исполнить крамотно. Ну вот сейчас все этим и занимаются. Ну сами видите, что творится. Очень активно. Лето короткое и неожиданное на Южном Урале. Чем больше таких объектов, тем здоровее нация будет. Ну это же понятно, человек будет заниматься, если есть доступность, возможность, условия хорошие. И желательно, чтобы бесплатно. И на самом деле объект будет, ну собственно он как бы муниципальный, он бесплатный. Спортивный комплекс «Торпеда» пользуется популярностью у челябинцев. Здесь тренируется огромное количество юных спортсменов. Также на площадке комплекса любят заниматься и любители простой физической активности. Ремонт стадиона привлечет еще больше сторонников здорового образа жизни. Особенно актуально это для жителей поселка Кузнечно-Прессового завода. Это, конечно, большое значение имеет для поселка Кузнечно-Прессового завода Капазис. Потому что это единственное место, где жители могут заниматься спортом в свободной форме, в свободном доступе. И я думаю, что когда стадион преобразится, тут будут массово заниматься спортом от малого до великого. Новое футбольное поле, скейт-площадка и памп-трек появятся и на стадионе имени Колющенко. На улице Доватора начали ремонт стадиона. За лето спортивная площадка должна получить современный вид и пополниться новыми активностями. Здесь появится современное поле, волейбольная, баскетбольная площадки, территория для стритбола, площадка с уличными тренажерами, памп-трек, беговая дорожка, теннисный стол. В августе месяц на этом муниципальном спортивном объекте, стадион имени Колющенко, начнутся запланированные работы по реконструкции стадиона. Такой масштабной реконструкции, изменения. Этот стадион не знал с момента его основания. Здесь будет уложено новое футбольное покрытие, будут оборудованы дорожки для бега с антитравматическим покрытием, появятся две площадки для игры в пляжный волейбол, появится возможность для молодежи, кто увлекается экстремальными видами спорта, заниматься на современном оборудованном скейт-парке. Появятся две трибуны, каждая по 340 мест. Для спортсменов, которые приходят на этот объект, будет оборудована раздевалка, которая будет вмещать две команды по 15 человек со всеми удобствами. Это душ, туалет. Помимо этого появится современное освещение этого объекта. В дальнейшем запланирована установка памп-трека. Это тоже для ребят, которые любят такие молодежные, экстремальные, активные виды отдыха. Будет модернизирована площадка с гимнастическим оборудованием уличным. Ну и, собственно, окончанием будет это обустройство баскетбольной площадки. И все это позволит создать такой современный многофункциональный спортивный объект, который у нас будет принимать не только районные соревнования и любительские, но и в том числе здесь мы будем проводить и региональные соревнования, но и в том числе по футболу игры, которые включены в календарь Российского футбольного союза среди детских спортивных школ. И это еще не все. Легендарный спорткомплекс «Сигнал» в Ленинском районе ждет тотальная перезагрузка. Здесь планируют построить новое футбольное поле с подогревом и сделать ремонт хоккейного корта. Все это стало возможным после перехода объекта в собственность города. В этом году администрация выкупила спорткомплекс за 240 миллионов рублей. Теперь челябинские мальчишки смогут гонять мяч на улице круглый год. В связи с тем, что объект перешел уже в муниципальную казну, конечно, тоже по поручению губернатора Челябинской области было принято решение совершенствовать материально-техническую базу и условия, в которых собственно и тренируются наши дети. На спортивном комплексе «Сигнал» у нас помимо футболистов, нашей муниципальной спортивной школы, это одна из лучших школ в регионе, еще занимаются и хоккеисты в Ледовом дворце. В этом году для футболистов, ну так же, как и для футболистов, которые помимо коньков еще используют для занятий ОФП футбол, будет возведено модульное спортивное сооружение, которое будет внутри себя вмещать футбольное поле размером 50 на 28. Это общая площадь, игровое пространство будет 40 на 20, как раз для детей, чтобы в зимнее время, когда погодные условия уже не позволяют тренироваться на свежем воздухе, будут заходить и проводить свои тренировочные занятия и какие-то внутренние соревновательные моменты уже непосредственно в этом физкультурно-заводительном комплексе. На базе спорткомплекса «Сигнал» появится целый футбольный городок. Еще здесь хотят построить крытую площадку для мини-футбола. Здание с раздевалками и массажными кабинетами. И мечту всех юных спортсменов – зеленый газон с подогревом. Стоимость проекта – 165 миллионов. Сейчас футбольную секцию посещают 850 ребят. Благодаря новым площадкам привлечь к занятиям спорта можно еще минимум 650 детей, а самим челябинцам выйти на новый уровень мастерства. Помимо реновации профессиональной инфраструктуры, в Челябинске проводится большая работа по развитию спорта во дворах. Уже к началу лета на территории города на дворовых площадках уложили пять искусственных футбольных полей, где под руководством инструкторов МБУ «Спортивный город» спортом занимаются дети и подростки. Продолжение следует...